Ивана Грозного Смуту вспоминали об ее истоках и почему-то, ну, понятно почему, относили ее ко времени Иоанна Грозного. Когда он практически истребил все самостоятельное, все, что думал, оставив только мастеров подковерной борьбы. И исчезли полководцы. Он подготовил Смуту. Ико Рамзин, размышляя, почему имя «Мучитель», которым награждали его современники, сменилось на очень уважаемое имя Грозный в Азии, писал, что прошло много времени. Жертвы его давно истлели. Бумаги, документы, которые были, они пылились в архивах. И новым поколением остались зримы только памятники государственной силы и великих побед. Астраханская, Казанская, ну и так далее. И это все присоединялось туда. И поэтому писал он имя «Мучитель», которым называли ее современники, сменилось на имя Грозный. Но дальше он написал фразу. Но история памятливее людей. История запомнит мучитель. Понимаете? Под луной ничто не ново. Создатель чиновной вертикали Николай I тоже был охочь до злоупотребления литературы в карательных и охранительных целях. Федор Иван Стютчев, чье 220-летие, мы отмечаем 5 декабря, показался императору подходящим объектом. Старинный дворянский род, дипломатическая служба, отвращение к европейским революциям и некоторый панславинизм, умеренность. И вот всесильный силовик Бенкендорф, встретившись в 1843 году с Стютчевым за границей, умилился, и они с Николаем I решили поручить поэту создать позитивный образ России на Западе. То есть затеяли проект типа «Russia Today». Из этой затеи ничего не вышло. В отличие от своего современника Пушкина, Стютчев, мудрец-философ, не был ни идеалистом, ни энтузиастом. Он никогда не бросался в житейский колодец, не успев соразмерить разбег Борис Пастернак. Ему был присущ взгляд сверху, взгляд холодного всеведущего олимпийца, а попытки перенести пропаганду консерватизма и православия в поэзию приводили к тому, что поэзия исчезала, оставалась карикатура. Чего стоит только гус на костре, где чехи приглашаются к отпадению от юродствующего Рима на основании сожжения в Средневековье Яна Гуса. Всеславянский статус царя, забитая Россией, как ной в ковчег перед лицом Запада, это годилось для князя Мышкина, но не получалось у умного скептика Тютчева. В отличие от Пушкина, у поэта не было друзей среди декабристов, и иллюзий тоже не было, но и самодержавию от тютчевского стихотворения 14 декабря 1925 года не поздоровилась. О, жертвы мысли безрассудной! Вы уповали, может быть, что станет вашей крови скудной, чтоб вечные полюсы растопить. Едва дымясь она сверкнула на вековой громаде льдов, зима железная дохнула, и не осталось и следов. Ничего себе положительный образ России. Написано в 1926 году. А верно, увы, до сих пор, и боюсь, что навечно. Или тютчевская попытка оправдать подавление польского восстания 1830 года. Во-первых, тютчев жалеет поляков и прямо говорит о зверствах русской армии. Здесь и горестная Варшава, и не за Коран самодержавья кровь русская лилась рекой. И негодование по поводу чрева бесия меча, зверства янычар ручного и покорности палача. «Ты ж, братскую стрелой пронзенный, судеб свершая приговор, ты пал орел одноплеменный на очистительный костер. Верь слову русского народа, твой пепл мы свято сбережем, и наша общая свобода, как феникс, возродится в нем». Поляков это вряд ли устроило, но и самодержавию нечего было тут ловить. Став цензором МИДа, в 1845 году поэт выступал за почетный, а не арестантский караул. Известен только один его запрет на перевод на русский язык коммунистического манифеста, потому что кому надо, прочтут и на немецком. И впрямь этот остроумный розыгрыш двух талантливых людей предназначался не участникам бессмысленных и беспощадных бунтов, а образованной элите. Тютчев жил долго, до 1873 года, но нашел для вольнодумцев в России только одно утешение. Пускай олимпийцы завистливым оком глядят на борьбу непреклонных сердец, кто ратое пал, побежденный лишь роком, тот вырвал из рук их победный венец. Стихи Тютчева прекрасные, но глубоки, как колодец, и холодны, как вода в нем. Под ними всегда бездна. Благодаря Тютчеву мы знаем, что скажут потомки. Этими строфами поэт проводил Николая I. Не Богу ты служил, и не России, служил лишь в суете своей. И все дела твои, и добрые, и злые, все было ложь в тебе, все призраки пустые. Ты был не царь, а лицидей. Я не знаю, кто Гоголь. Реалист, символист, романтик, классик. Да он видел все пылинки на бекеша Ивана Ивановича столь отчетливо, что превратил самого Ивана Ивановича в большую, пыльную бекешу. Не увидел он только в Ивана Ивановича человеческого лица. Да, видел он подлинные стремления, чувства людские, столь ясно глубокие разглядел несказанные корни этих чувств, что чувства эти уже чувствами были не человеков, а каких-то невоплощенных существ, летающая ведьма и грязная баба, шпонька описаны как овощи, шпонька испытывающие экстаз несоединимы. Далекое прошлое человечество, зверье, далекое будущее, ангельство. Видел Гоголь в настоящем. Но настоящее разложилось в Гоголе. Он еще не святой, уже не человек. Провидец будущего и прошлого зарисовал настоящее и вложил в него какую-то нам неведомую душу. И настоящее стало прообразом чего-то. Но чего? Говорят, реалист Гоголь. Да. Говорят, символист он. Да. У Гоголя леса не леса, горы не горы, у него русалки с облачными телами, как романтик, влекся он к чертям, ведьмам, и как гофман, и по повседневность вносил грезу. Если угодно, Гоголь романтик, но вот сравнивали же эпос Гоголя с Гомером. Гоголь гений, к которому вовсе не подойдешь со школьным определением. Я имею склонность к символизму, следственно, мне легче видеть черты символизма Гоголя. Романтик увидит в нем романтика, реалист реалиста. Но подходим мы не к школе, а к душе Гоголя. Острадание муки восторге этой души на таких вершинах человеческого или уже сверхчеловеческого пути, что кощунственно вершины эти мерить нашим оршинам. И оршинам ли измерить высоту заоблачных высот и трясину бездонных болот? Гоголь, трясина и вершина, грязь и снег, но Гоголь уже не земля. Землей у Гоголя свои счеты, земля совершила над ним страшную месть. Обычные для нас чувства не чувства Гоголя. Любовь, не любовь, веселье, не очень веселье, смех. Какой там смех? Просто рев над Бекешей Ивана Ивановича. Такой рев, как будто два быка, поставленные друг против друга, замычали разом. Смех Гоголя переходит в трагический рев, и какая-то ночь наваливается на нас из этого рева. И заревет на него в тот день, как рев разъяренного моря, и взглянет он на землю, и вот тьма, и горе, и свет померк в облаках. Говорит Исайя, глава пятая, стих тридцатый. Гоголь пошел к странному такому рубежу жизни, за которым послышался ему рев, и этот рев превратил Гоголь в смех. Но смех Гоголя колдовской взглянет на землю Гоголь, рассмеется, и вот тьма на горе, хотя солнце сияет. Ряды фруктовых деревьев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом. Так прибирает поверхность земли Гоголь сказочным великолепием в своих реалистических рассказах, как, например, в старосветских помещиках. Но за этим великолепием, как за неким ковром золотым накинутым над бездной ужасы, бездна, по слову пророку Аввакума, для Гоголя дала голос свой, высоко подняла руки свои. Аввакум, глава третья, стих 10. И вот, вслед за описанием мертвой жизни Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, описание, в котором, казалось бы, нет ничего таинственного, описанием, в котором все ясно, как день, где жизнь не озарена великолепием идиллии, как залитых сад багрянцем вишен и яхонтовым морем слив. Даже за этим великолепием золотого полудня посещает Гоголя бездна страха, как и Пульхерию Ивановну посещает бездна в образе черной кошки и тут же, обрывая идиллию, Гоголь нам признается. Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюденно объясняют тем, что душа стасковалась с человеком. А я помню, что в детстве часто слышал его. День обыкновенно, в это время самый ясный и солнечный, и ни один лист на дереве не шевелится. Тишина была мертвая, даже кузнечик переставал трещать, не души в саду. И, признаюсь, если бы ночь была бешеная, бурная, совсем адом стихий настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Старосветские помещики. Это страх полудня, когда земная отчетливость явлений выступает с особенной ясностью древние называли паническим ужасом. И в Библии отмечен этот ужас. Избавь нас от беса полудена. Великий пан или бес, не знаю кто, из лесных дебрей души поднимал на Гоголя лик свой, и, ужаснувшись этого лика, Гоголь изнемогал и полуденной тишине среди яхонтовых слив, дыни, редик и довгачкунов. И в каждом довгачкуне виделся Гоголю басаврюк, и каждый чиновник именно днем, а не ночью становился для него оборотнем. Но почему же дневное приближение бездны духа к поверхностям дневного сознания рев и заревет на него в тот день как бы рев разъяренного моря, в солнечной тишине объятое состояние высокопросвещенных мистов. Все мистерии начинались в древности страхом. Бездна разверствуется под ногами посещаемого в мистерии Египта. Бездна выпускала оборотни с псиными головами перед посвящением в эпопты на больших мистериях Элевзиса. И этот страх переходил в восторг из состояния, которое является мир совершенным и которое Достоевский называет минутой вечной гармонии, минутой, в которой испытываешь перерождение души и тела, и она разрешается подлинным преображением, это Серафим Саровский, подлинным безумием, это Ницше или подлинной смертью, это Гоголь. Да, в образах своих, в своем отношении к земле Гоголь уже перешел границы искусства, бродил в садах своей души, да и набрел на такое место, где уже сад не сад, душа не душа. Углубляя художественную стихию, Гоголь вышел за пределы своей личности и вместо того, чтобы использовать это расширение личности в целях искусства, Гоголь кинулся в бездну своего второго Я, вступил на такие пути, куда нельзя вступать без определенного культа разработанного пути, безопытного руководителя. Вместо того, чтобы соединить эмпирическое Я свое с Я мировым, Гоголь разорвал связь между обоими Я и черная бездна легла между ними. Одно Я ужаснулось созерцанием шпоник и редик, другое Я летало в неизмеримости миров, там, за небесным сводом между обоими Я, легло мировое пространство и время биллионами верст и биллионами лет. И вот тогда наступал зов души. Вам, без сомнения, случалось слышать голос, называющий вас по имени, который объясняет тем, что душа стосковалась с человеком. Когда наступал этот зов, черная бездна пространства и лет, разделявшая обоя Гоголя, разрывала перед ним покров явления, и он слышал, как бы, рев разъяренного моря. «Признаюсь, если бы ночь самая бешеная, бурная, совсем адом стихийно стигла меня среди леса, я бы не так испугался», вздыхает Гоголя. Оттого-то метался он безвыходно, все искал посвященного в тайне, кто бы спас его и напал на отца Матвея. Что мог сделать отец Матвей? Он не мог понять Гоголя. Самый короткий и доброжелательный человек, не глядящий туда, куда глядел Гоголь, мог бы лишь погубить его. Гоголь взлетел на крыльях экстаза и даже вылетел из мира, как безумная пани его Катерина, которая летела и, казалось, вылетит из мира. Вылетела и сошла с ума, как вылетел Гоголь уже тогда, когда кричал устами своего сумасшедшего. Несите меня с этого света далее, далее, чтобы не видно было ничего. Далее по слову Исаии. Его тьма, горе и свет померк в облаках. Гоголю следовало бы совершить паломничество к фолиантам Беме, к древним рукописям Востока. Гоголю следовало бы понять прежде всего, что тому, в чем он есть объяснение. Тогда понял бы он, что, может быть, найдутся люди, которые могут исправить страшный вывих души его. Но у Гоголя не было терпения изучать, и потому-то искал он руководителя вовсе не там, где следовало. Не изучал Гоголь восточной мистической литературы, не изучал Историю Малороссии этак томов 16. Между тем, Фалис и Платон путешествовали в Египет. В результате учение Платона об идеях душе, той душе, которая стосковалась с телом, зовет человека, и Гоголь этот зов слышал. Учение Платона только внешнее изложение мудрости Тот и Гермеса. Оно опирается на мистерии, как опирается на йогу учения некоторых школ Индии Абалаи, душе мира, с которой соединяет свое Я посвященный. Душа стосковалась по Гоголю, Гоголь стосковался по душе своей, но бездна легла между ними, и свет для Гоголя померк. Гоголь знал мистерии Востока и мистерии ужаса тоже знал Гоголь, но мистерии любви не знал. Мистерию эту знали посвященные, и этого не знал Гоголь, не знал, но заглядывал в сокровенное. Восторг его, дикий восторг и вдохновение и слабость, дикая сладость, и устане пляшет казак, и вдруг изо рта его выбежал клык, страшная месть, рубины из уст прикипают к самому сердцу, не любовь, а вампирство какое-то. Во всем этом экстазе томительное, неприятное и вместе с тем сладкое чувство тоже вий, или пронзающее томительное сладкое наслаждение опять вий. Словом, бесовски сладкое вий, а не божественно сладкое чувство. И оттого преображенный блеск природы начинает пугать и днебр начинает серебриться как волчья шерсть. Почему волчья? И когда преображается земля, то изменяются пространства. Под Киевом засинел лиман, за лиманом черное море, видна была земля галическая. Почему дыбом подымаются волосы и бесовски сладкое чувство разрешается тем, что конь разворачивает морду и, чудо, смеется. Не мистерия любви разрешается экстаз Гоголя, а дикой пляской не в любви, а в пляске безумия преображается все подлинно в заколдованном месте Гоголя. И пошел вывертывать ногами по всему гладкому месту. Сзади кто-то засмеялся, он оглянулся, ни баштану, ни чумаков, ничего. Вокруг провалы, под ногами круче без дна, над головой свесилась гора, а из-за нее мигает какая-то харя. Заколдованное место. Душа позвала человека, восторг, пляска, а в результате круче без дна. Да, какая-то харя, и только. И всегда у него хама Брут тоже пошел писать с паночкой на спине, а потом рев приведите Вия, и Вийдух земли, которую оклеветал Гоголь, указывает на него, вот он. И, превращенные Гоголем в нечисти, люди, бросаются на хаму Гоголя и убивают его. Это потому, что имел Гоголь видение. Лик, но себя не преобразил. Для того, чтобы безнаказанно видеть Лик, слушать зов души любимой, чей голос, по слову откровения, подобен шуму вот многих. Этот шум стал для Гоголя ревом, блеск преображения волчьей шерстью от душа ведьмой. Оборотни вместе с Гекатой не трогали посвященных в мистерии, выходя из Элевзинского храма, и они грызли Гоголя, как грызли мертвецы колдуна. И Лик, виденный Гоголем, не спас Гоголя. Этот Лик стал для него всадником на Карпатах. От него убегал Гоголь. В облаке перед ним непрошенное, незванное явилось, и оно к нему в гости. И страшного кажется в нем было мало, но непреодолимый ужас напал на него. Это страшная месть. И в ясный солнечный день Гоголь дрожал, потому что казалось ему, что мелькает чья-то длинная тень, а небо ясно и тучи не пройдет на нем. Тоже страшная месть. Это тень чудного лица, которая, несмотря на то, что она чудная, ужасала Гоголю всю жизнь, это потому, что мост любви, преображающий землю, рухнул для Гоголя, и между ликом небесным и им образовалась черная ревущая бездна, которую занавесил Гоголь смехом, отчего смех превратился в рев. Как будто два быка, поставленные друг против друга, заревели разом. Бездны боялся Гоголь, но смутно помнил, несознанием, конечно, что за бездны этой, за миллиардами версты лет, милый голос зовущий его. Не пойти на зов не мог Гоголь, пошел и упал в бездну, мост любви рухнул для него, а перелететь через бездну он не мог, он влетел в нее и вылетел из мира, как могли вылететь в бездну неофиты, проходящие испытания. Гоголя удручает какое-то прошлое, какое-то предательство земли, грех любви. Недаром мы ничего не знаем об увлечениях этой доизвращенности страстной натуры. Спасите меня, несите меня с этого света далее, далее, чтобы не видно было ничего. Ничего, ни шпоник, ни земли, ни лика, божественная ночь, очаровательная ночь. Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи. Восхищается Гоголь и подлинно многие ли знают такие ночи, когда вода превращается в сверкающую волчью шерсть, а травы кажутся дном какого-то светлого моря. И все же чудится нам, что восторг и радость эти к худу. И все-таки такие ночи худо кончались для Гоголя. Наконец Гоголь не захотел уже ни днем зовом, ни ночью с волчьей шерстью и закричал. Далее, далее, чтобы не видно было ничего. Любит Гоголь Россию страну свою, как любовник любимую ее Гоголь любит. Русь, чего ж ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Это мертвые души. Какую-то неведомую никому России любит Гоголь. Любит Гоголь Россию старинной любовью. Она для него, как для колдуна дочего Катерина, над ней колдует Гоголь, что глядишь ты так? Неестественной властью осветились мои очи. Что за тон, что за ревнивая властность Гоголь заклинает Россию? Она для него образ, всю жизнь неведомый ему, но все его любовнице. Не то или властью светятся очи Гоголя. Когда осветились очи старика отца в страшной месте, чуден показался ей Катерине или России. Страшный блеск очей. Посмотри, как я поглядываю очами, говорит колдун, являясь во сне дочери. Посмотри, как я поглядываю на тебя очами, как бы, говорит Гоголь, являясь к нам во сне русской жизни. Русская жизнь самый удивительный сон. Сны много говорят правды в страшной месте. И какой-то вещей, едва уловимой во сне правды, обращается Гоголь к спящей до силы земле русской. Русь! Ну какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе? Какая непостижимая связь стоится между нами? Неестественной властью осветились мои очи. Непостижимый неестественно связан с Россией Гоголь быть может более всех писателей русских и не прошлый вовсе с Россией связан он, а с Россией сегодняшнего и еще более завтрашнего дня. Разве не в сон все то, что происходит с нами, с нашей землей, с нашей родиной, еще недавно странным блеском озарилась страна родная так, что из Москвы стали видны лиманы Черное море и всадник неведомый, а теперь уже в солнечный день, когда и тучь нет, чья-то мелькает страшная тень, тень ужасной из глубины души, из глубины земли идущей провокации. Все стало странно и непонятно, и страна наша в смертельной тоске, и здесь, и там идет дикая пляска странного веселья, странного забвения, и как горы карпатские, тучи бед нависают над нами, на горах тех мститель неведомый, и странный в глубине души поднимается вопль, Русь, чё ж ты хочешь от нас? Что зовет и рыдает и хватает за сердце? Не знаем, а что-то зовет и рыдает и хватает за сердце? Перед завесой будущего мы словно неофиты перед храмом, вот разорвутся завесы храма, и что глянет на нас, геката и призраки, или душа нашей Родины, душа народа, закутанная в саванну? Гоголь прежде всего подожжел к мистерии этой, и встал перед ним мертвец, умер Гоголь, а теперь мы стоим перед тем же видением, видением смерти, и потому-то видение Гоголя ближе всего нам, что было сказано о нас и о Родине нашей, мы должны помнить, и что покрывало смерти, спадет лишь тогда, когда мы души наши очистим для великой мистерии, мистерии это служение Родине, и не только в формах, но в духе и истине, тогда спадет с нее саванн, и явится нам душа наша, Родина. все они начинали вместе, будущий инсургент Бакунин, поэт-гражданин Некрасов, профессор и издатель Николай Надеждин, журналист Панаев, диссиденты Герцен и Огарев, поэт и мыслитель Франдер Станкевич и Виссарион Григорьевич Билинский, краеугольный камень русской публицистики, вольного русского слова, который родился ровно 222 года назад, 11 июня 1811 года, и навсегда остался молодым, сгорев от чахотки в 48-м, в 37 лет, роковой воздрак для русских литераторов, по-высоцкому. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель, вот и сейчас, как холодом подуло, на этой цифре Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском на дуло. Виссарион Билинский много писал о Пушкине, писал с вызовом в адрес его гонителей и с восторгом. Его дуэль с чахоткой длилась три года, а в чахотку его вогнало вертикальное, душное, самодержавное, псевдонародное, ура, православное, милитаристское, самовлюбленное Николаевское время. А за Невой посольство полумира, адмиралы тейства, лед и тишина, и государство жесткое, порфира, как в лосинице грубое, бедна. Горячие головы, будущие нигилисты и политэмигранты, писатели, узники совести бегали в московский университет на лекции Надеждина и тусовались по кружкам. Билинский был неистовее всех, а таких, как он, впоследствии напишет Достоевский, тоже узник совести, что им важно не капитал заработать, а мысль разрешить. Билинского выгнали из университета с четвертого курса за сочиненную им трагедию против крепостного права. И он в тридцать первом году пошел работать к Надеждину в телескоп, который вскоре в тридцать шестом закрыли. Тогда Билинский пошел в отечественные записки. Билинский был отчаянным западником, призывал Россию к учению, европейской аудитории и решительно выступал против будущей идеи особого пути. Он утверждал, что благородная нищета лучшее мечтательного богатства. Билинскому, по словам Тургенева, было свойственно стремительное домогательство истины. Он восхищался Гоголем, но пытался не допустить его до падения в трясину клерикализма и лояльности. Впрочем, Некрасов мечтал, чтобы мужик, то есть народ, принес с базара не развлеканц, а Билинского и Гоголя в одной корзинке. Когда были написаны эти слова 140 лет назад или вчера, мы живем в страшное время, судьба налагает на нас схему, и мы должны страдать, чтобы нашим внукам было легче жить. Нет, ружья, бери лопату, дощищай с российской публики грязь. На зидание легко продающимся изданием Билинский пишет «Умру на журнале и в гроб велю положить под голову книжку отечественных записок». Православие тогда тоже было весьма современным. Стоит ли удивляться, что внук священника Билинский стал атеистом? В словах «Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут». Билинский не верил в Бога, но Бог верил в Билинского. Именно Билинский создал в России культ служения Отечеству по Грибоедову. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Глухое безвремение между декабристами и великими реформами, двумя польскими восстаниями 1830-1863 годов, разгар царствия зимы и эдотической чумы. Нет, Гераклид был неправ, утверждая, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, что название реки осталось прежним, а вода в ней уже иная. Все наоборот. У реки поменялось множество названий. От России до СССР и обратно. Но она все та же черная река Стикс с отравленной водой, вытекающей из оттепели и впадающей в застои. Но еще волнуются живые голоса о сладкой вольности гражданства. Белинский в этой реке наш Лоцман. Несите его с базара, не прогадаете. В СССР, если верить официальной пропаганде, а как можно ей не верить, сами подумайте. Все всегда было самое. Самая демократичная демократия, самая научная наука, самая бесплатная медицина, ну и так далее. На излете этой тягостной эпохи я помню, придумал, что самая свистящая аббревиатура может приниматься как союз самых социалистических республик. Ну и о том, что СССР самая читающая страна в мире знали все, включая те, кто никогда ничего не читал, кроме однообразных, но всегда ярких надписей на заборах. Смеяться можно, конечно, сколько угодно, тем более, что для этого всегда есть услужливый материал. Но то, что страна наша в силу своей специфической истории до поры до времени была самой литературоцентричной, это точно с этим спорить трудно. Да, литература действительно во все времена служила единственным клеем, с помощью которого осуществлялась зыбкая связь времен. Она занимала то место, где у других бывает история, философия, политическая мысль, религиозная проповедь. Все перечисленное тоже существовало в России, но всегда это было в большей степени билетристикой, чем наукой. Оживленный обмен цитатами из классики внутри культурного общества был не только символическим капиталом, цитаты и аллюзии служили по ролям и отзывам недопускавшим людей в это самое общество. Это с одной стороны, с другой же существовала такая штука, как воспитательная роль литературы. Школьная литература сильно напоминала кладбища, где по правую руку располагались могилы положительных героев, а по левую отрицательных. В отдельном ряду нашли вечное упокоение лишние люди. На одной могиле было написано допустим что-то вроде «Здесь покоится прах Татьяны, яркая выразительница русского национального характера». На другой «Здесь лежит Эмма Бовари, жертва лицемерной буржуазной морали». На третьей коротко «Кнн Л.Н. Мышкин, идиот». На образцах русской мировой литературы на примере литературных героев и их мысли, чувств, поступков усиленно воспитывали юношей обдумывавших житие. «Смотрите, дети, какие смешные гоголевские чиновники, не будьте такими, и такими безвольными рохлями, как Обломов, не будьте, а будьте борцами и созидателями, и такими скупердеями, как Плюшкин, не будьте, и топорики под пиджаком, как Раскольников, не прячьте, не надо, и не хвастайтесь, как Хлистаков, и не разговаривайте так же смешно и коряво, как герой Зощенко, а будьте как Доборовский, как Павка Корчагин, но на худой конец Андрей Болконский, как Данка с сердечной мышцей в руке, как Ниловна в растрепанном платке, как Ихтиандр с акулями-жабрами, как Штирлиц в ладно-скроеном эсэсовском прикиде, а если вы и заснете невзначай на уроке литературы, то пусть вам приснится четвертый сон Веры Павловны, проснетесь, как ошпаренные и впредь не заснете». Одна моя давняя приятельница рассказывала, что ее мама школьная учительница, чуть что говорила, а Наташа Ростова так бы не поступила. А когда в доме дочери стали появляться те или иные молодые люди, мама говорила, конечно, не Андрей Болконский, но милый мальчик, воспитанный. Благо, что девушка была Наташей, а потом, кстати, вышла замуж за Петра, за Петра Петровича, между прочим. Впрочем, это тоже фольклор и не школьная программа, да и ненадолго, кстати. Можно опять же смеяться, однако надо признать, что за неимением устойчивых нравственных императивов вся эта литература и ее персонажи служили хоть какими-то поведенческими ориентирами. Не моральный же кодекс строителя коммунизма принимать во внимание, сами подумайте. Не правило же юных пионеров, не на горную проповедь, только этого еще не хватало. Теперь стало считаться, что литература центризм сошел со сцены, уступив место негуманитарному жесткому прагматизму. Мне кажется, что это не вполне так. Литература по-прежнему правит бал и на ее образцах тоже учится, хотя чему-то другому. Пришло интересное поколение публики, особенно то ее разновидности, что поближе к центрам принятия решений, которые, так же, как и советские предшественники выстраивают поведенческие модели по билитаристическим образцам. Но их поведенческие модели и поступки ярчайшим образом демонстрируют относительность, условность и амбивалентность навязанных как пионерский галстук, но так и не вошедших в состав крови нравственных категорий. Таким образом обнаружило оно свою окончательную несостоятельность, фундаментальное, казалось бы, деление литературных героев на положительных и отрицательных, видимо, перекормила нас советская школа образами помещиков, образами лишних людей. Прежние были не лучше, разумеется, а в чем-то и похуже, но они все же как-то маскировались и скрывали свое постыдное родство со всеми гадами, подлецами, кретинами, каковыми кишела мировая классика. Поэтому так ревниво следили они за тем, чтобы где-нибудь в печати, на сцене или на экране не появилось хоть что-нибудь про них. Про них было много чего, начиная с нестандартного режиссерского прочтения «Горе от ума», кончая «Шварцевским драконом», начиная с Чаодаева, кончая «Варлам Шаламовым». С классикой у них были непростые отношения. С одной стороны, они без насильственности насаждали ее, утверждая таким образом свою историческую и культурную легитимность. С другой стороны, она им страшно мешала своим неуживчивым вольнолюбием и старорежимными представлениями о свободе и личном достоинстве. Потому не так яростно конопатили щели, через которые мог просочиться враг. Но враг, разумеется, просачивался, потому что конопатели они так же бездарны и халтурно, как делали все остальное. Они пытались покрыть всю общественную жизнь одним куском рогожи. Но рогожа была изначально дырявой, а со временем становилась все дырявее и дырявее. А именно лишь сквозь эти дырки проникали свет и воздух. У нынешних все интереснее. Они кое-чему научились, представьте себе. Они взяли и поменяли знаки, став таким образом абсолютно неуязвимыми для всяких там жал-сатиры, обличений свинцовых мерзостей, это и есть их ноу-хау. Это почему еще не надо брать взяток, как бы говорят они. Вот городничий брал и давал. Ах, он смешной и нелепый. Ну, во-первых, ну и что с того? А во-вторых, это не он нелепый, а нелепый тот, кто проносит мимо кармана. А если городничий в чем-то и нелепый, то только в том, что так позорно лоханулся. Они как бы говорят, а что тут плохого-то? Нормально. Если вы такие умные, то че ж вы такие бедные? Помогли вам ваши гоголи-моголи? То-то же, а нам помогли. Сатира, говорите? Салтыков, говорите, щедрин. Город глупов. Ну и что? Антиутопия. А ну-ка, давайте сюда антиутопии. Ща поглядим, что там за такие антиутопии. О, Ройл. А чего? Правильный пацан доступно объяснил, что пиплу можно впаривать все наоборот. Че тут плохого-то? Что постыдного-то, а? Стыдно быть лохом. А тут чего? Прикольно. Прикольно. Простенько. Простенько, да. Только ты пойди подумай. А вот мы додумкали. Додумкали. Это правда. И это надо признать. Разница между теми и этими не только в том, что карманы первых были набиты всесильными и поэтому единственными верными учениями, сильно мешающими при ходьбе. А в карманах вторых нет ничего буквально, кроме двух-трех кредитных карточек, которые томов при многих тяжелее. Разница еще в том, что первые были духовными потомками провинциальных гимназистов-второгодников, в головах которых среди беспорядочного вороха трескучей революционной фразеологии застревали там и сям отдельные цитаты из Онегина и русских женщин. А нынешний без всей этой лабуди не прекрасно обходится. И ничуть не тревожит их прискорбные казалось бы обстоятельства, что те, а их не так мало, как это может показаться. Кто упорно разглядывает звездное небо над своей головой, а внутри себя взращивает раритетный от этого еще более драгоценный нравственный закон смотрит на них как на психов со справкой. Ну и пусть смотрят, не правда ли? А если чересчур пристально, то на эти случаи они напринимают законов, которые по их представлениям, хотя и не так уж особо нравственные, как пресловутый нравственный закон внутри, зато действуют они куда эффективнее и нагляднее, чем все эти звездные небеса и вся эта, прости Господи, литература. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»